Алексей, привет! Здравствуйте! В рамках твоего будущего авторского курса по карьере мы с тобой сейчас созвонились и хотим такое мини-интервью взять и немножко тебя помучить. Слушай, расскажи, пожалуйста, вообще говорят, что... Там сразу в лоб. Говорят, что работа на дядю, это как так, может быть, позорно, здорово открыть свой бизнес, что вообще нужно уходить, быть самозанятым лицом и так далее. Так ли это вообще? Либо это какой-то миф, который просто привило наше сегодняшнее общество и вообще работать на дядю можно увлекательно, весело, хорошо и получать свои какие-то плюсы от этого. Привет, Сергей! И привет всем, кто слушает, смотрит, видит. Отвечу на вопрос, он просто достаточно глубокий. Но общество скорее прививает другую идею, что открывать что-то свое, это довольно-таки сложно, проблематично и не у всех получается. Хотя те, кто хотя бы пробовал заниматься своим делом, понимают, что любой успех – это навык. То же самое и в работе на дядю. То есть нельзя однозначно сказать, что это позорно или ни к чему не ведет, тупиковый вид развития. Но с другой стороны, масса людей, мы это видим, все прекрасно, если посмотрим по сторонам, что большинство людей, к сожалению, ходят на работу как на какую-то каторгу. И кроме каких-то финансовых средств, с этой работы мало что получают. И вопрос, как всегда, в отношении. Есть изумительная фраза, сказанная одним, я считаю, великим тренером, моим учителем, Фрэнком Бютерликом, что ни у нас, ни на Западе нет ни одного института, который научил бы вас бизнесу. Вот именно бизнесу от начала до конца. Можно посещать тренинги, можно посещать касты, можно иметь каких-то профессиональных учителей, но это люди, которые скорее дают вам какие-то инструменты. И ни школа, ни родители, ни вуз не научат вас бизнесу, не научат вас делать дело. И научить вас делать дело может только другое дело. То есть абсолютно простроенный бизнес, в котором вы можете работать. Понятно, что сразу на руководящую должность, в хороший бизнес вас не возьмут. И именно поэтому, если вы воспринимаете свою работу как обучение бизнесу, как обучение, делать дело, тогда ваша работа становится не просто вашим заработком. То есть получается, что вам вообще стипендию платят. Не зарплату, а стипендию. Интересно. А дает и навыки, и знакомства, и связи, и интересную информацию. И, по сути, проработав в таком месте хотя бы 3-4 года, фактически вы выходите оттуда с полным инструментарием для того, чтобы либо открыть свое дело, либо стать профессионалом востребованным на рынке, к которому обращаются по мере надобности, как ко мне сейчас, например. И вот тут и перед вами открыта жизнь. Скажи, пожалуйста, ты немножко затронул тему. Если, к примеру, я не хочу открывать свое дело, то есть я понял, что свой бизнес это не для меня, сложно там, не хочу и так далее. А нравится просто занимать свою зону ответственности и работать в ней. Но проблема в том, что, во-первых, раз, можно ли использовать работу для этого, чтобы прокачивать себя как профессионала. И два, вот если я сейчас, к примеру, работаю на работе, и как-то грустно мне совсем, печально, то есть не нравится то, что я делаю. Действительно, катерно. Сергей, давай по частям, да, так сказать. Первое, что может получиться от хорошей работы. Ну, во-первых, давай, работа это все-таки следствие, да, так сказать. Причина – это профессия, в которой человек работает. То есть, если мы берем, ну, классического маточного дроида, уж извините, я сам таким был просто там лет 15 назад, поэтому я абсолютно не стесняюсь таких слов. Стандартного маточного дроида, который ходит на работу за деньгами, да, ну, ситуация, на самом деле, он вела. То есть, вряд ли у него что-то адекватное на этой самой работе будет получаться. Если же это маточный дроид, то есть, ну, обычный российский человек, а может быть, даже не обязательно российский, на Западе тоже таких случаев полно. У нас еще просто есть мифы, что на Западе все хорошо, у нас все плохо. На самом деле, там тоже народ не особо хочет учиться в институтах, и там диплом тоже особо ничего не значит, так сказать. Так вот, если же человек в какой-то момент прозревает и начинает понимать, что, ну, на работу он ходит чисто за деньгами и тратит на это, там, 10-12 часов в день, и это никак не отражает его жизни, он может задуматься о том, что, в общем-то, зачем я хожу на работу, и подумать о своей профессии. То есть профессия – это то, что определяет, в общем-то, дальнейшую жизнь человека. Вот я расскажу короткий пример. Когда я еще работал в компании Verisail, это такой дистрибутор программного обеспечения, у нас был специалист по семантику, по системам резервного копирования, человек, который живет на острове в Тихом океане. Ну, там, спутниковая тарелка стоит, компьютер. Человек – один из лучших специалистов по системам резервного копирования в мире. Ну, по крайней мере, русскоязычно. Этот человек работал сразу на 5-6 компаний. То есть он делал расчеты по резервному копированию. И, поверьте, нам было абсолютно все равно, что он работает на конкурентов, нам было абсолютно все равно, где он живет. Важно, чтобы он выполнял свою работу. Почему? Потому что специалистов на рынке нет. Если бы вы хотя бы пробовали кого-то брать на работу, вот, ребят, ну, 15-20 человек вы отфильтровываете, чтобы с одним хотя бы поговорить, чтобы с одним из одного хотя бы что-то получил. То есть реально приходят люди, закончившие институт, которые хотят денег и ничего не умеют делать. Если вдруг за какое-то время вы создаете из себя профессионала, профессионала, именно работника, да, человек, который умеет решать задачи, поверьте, практически конкурентов у вас не будет. Я в свое время крайне боялся, мне сейчас 41 год, когда мне было 30, я смотрел резюме, вот, в интернете, там, на хот-хандере и так далее, и везде стояла приписочка «требуется до 35 лет». Я все боялся, вот, будь мне 36, кому я буду нужен. Сейчас, если вы откроете тот же самый хоккантер, там понятие возраста вообще отсутствует. Почему? Потому что профессионалов нет. И вот если вы ходите на работу для того, чтобы учиться, для того, чтобы делать из себя профессионалов, для того, чтобы получать профессию, да, вы вырастаете в специалиста, который настолько востребован, что реально может жить на острове в Тихом океане. Если вам не хочется жить на острове в Тихом океане, я знаю, там, десятки ребят из Майкрософта, из Семантока, там, из Мерлеона, но я просто в IT-сфере работал, поэтому там у меня сфера знакомств довольно-таки высока, ну, которые каждый месяц посещают по одной-две страны точно. Их отправляют на семинары, их отправляют на конференции, их отправляют там где-то поучиться, где-то выступить. Они состоявшиеся профессионалы. Причем отработали, ну, примерно как в любой профессии, да, 5-7 лет это достаточно для того, чтобы себя показать и чему-то научиться. То есть карьера открывает довольно-таки большой спектр возможностей. Вы можете быть специалистом, живущим где-то, я не знаю, в тайге, там, где вам больше нравится, и работая сразу в несколько компаний. Вы можете работать на одну компанию, ездить по семинарам, симпозиам, фактически объездить весь мир. Ну, я вот был в Китае, я был в Японии, я был в Европе, там, в некоторых странах, да, за счет компаний, партнера, ну, партнерские акции, ну, в Храйвере, да, так сказать, для партнеров, вывозили их везде. И все это, как вы понимаете, за счет компании, все это, в общем-то, за счет фирмы. Вот. Но для этого нужно быть профессионалом, Сергей, да, так сказать, тогда у вас открывается реальный спектр возможностей для того, чтобы показать себя, для того, чтобы жить кайфово, для того, чтобы, приходя на работу, вы понимали, что вы приходите в место, где вам действительно интересно.